Снимаю свой следующий заказ, большой заказ, 10 мылок и 5 свечей. Значит, ну был заказ на зеленые и красные мылки, потому что, ну все-таки это цвета Рождества, я так поняла, поэтому, ну это будет подарок на Рождество. Наверное, вот такие вот комплектики, мылка зеленая и мылка красная, по-моему, очень прекрасно. Вот, все мылки я сделала слегка разные, не люблю делать один в один одинаковые. Все зеленые сердечки у меня с яблочками и двухцветные, прозрачные и с подложечкой, потому что с подложечкой такой матовой хорошо, ну как в суфле смотрится, в желе. Как-то мне так больше нравится. Вот, это почти такое же. Они у меня разных ароматов, это вот более темное получилось. Одно яблочко там на дне, при смыливании, оно зато дольше останется целое. То есть человек уже пол мыла смоет, а там будет еще целое яблочко. Тоже интересно. Сейчас здесь вот так вот сделала подложечку тоненькую внутри. Для разнообразия. И здесь наоборот побольше. Ну там уже человек решит, кому какие дарить. Значит, ароматы я использовала дюшес, саусеп и зеленый чай для зеленых. И малину, вишню и клубнику для красных. Здесь по тому же принципу, здесь вот с подложечкой посерединке. Тут у нас находятся внутри малинки и вишенки. Здесь я подложечку сделала такую, видите, я смешивала прозрачный и непрозрачное мыло. Такие вот красивые получились разводы. Мне так тоже нравится делать. Значит, те, которые с вишенкой, они вишневые. Вот у меня два с вишенкой вишневых мыла. Тут вот тоже тоненькая подложечка. А остальные будете нюхать. Это я обращаюсь к Оксане, которая сделала у нас заказ. Вот. Остальные, которые с малинками, два из них запах малина и один из них, по-моему, запах клубника. Так, дальше показываю красивейшие свечи в стиле, внешний стиль, как летняя свеча, которую я делала с летними травами. У меня уже травки заканчиваются, но еще на пару свечей хватит, если что. Это у нас кедровая. У нас три свечи одинаковые, видите, но они разных цветов. То есть, как это сказать, основу, которая именно вокруг свечи идет, вот, например, на углу это хорошо видно. Здесь очень тонкая, здесь почти не видно. В общем, сама основа у меня идет прозрачная, абсолютно без красителей, чтобы было хорошо видно все травки. Это у нас, кстати, голубая мятная. И это у нас лавандовая. А внутри, видите, я уже делаю парафин, немножко окрашенный разными оттенками. И также я вот приобрела такие колокольчики на Алиэкспресс, мне понравились. Они почти ничего не стоят, они никак не влияют на цену свечи. Просто мне так хочется украшать свечу, поэтому здесь такие вот фиолетовые разного оттенка. Тут фиолетовый и зеленый колокольчик, потому что свеча зеленая, но здесь есть фиолетовые цветы. И здесь у нас фиолетовый и голубой. Опять-таки, потому что есть фиолетовые цветы и голубая свеча. Так, это у нас свеча идет с ароматом. Первый раз такую делаю. Одновременно и кофе, и апельсин. То есть она с эфирным маслом апельсина и со свечным ароматизатором кофе. Потому что реально купила сначала пробный, после чего купила уже бутылочку побольше. Ароматизатор кофе просто обалденный. Просто вот, ну, это не передать. Здесь и так зерна кофе арабика используются, поэтому запах и так чудесный. Но еще усилила его ароматизатором кофе. А эту свечу я делала раньше, поэтому здесь использовано только эфирное масло апельсина. Но немножко в большем количестве, чем в той свече. Потому что, как бы, сильно много тоже, ну, есть какие-то определенные рамки. Сколько я могу ароматизатора, в какой вес парафина положить. Вот такой вот чудесный у меня заказ. Сейчас я буду все упаковывать. Я упаковываю буквально вот каждая мылка еще в пакет. Вот такие обычные пакеты я покупаю. То есть, чтобы этот внутренний пакетик остался более, ну, чистый, красивый. Заворачиваю в такой пакет. И каждое мыло я заворачиваю в такую пленку. То есть, вот в эту коробку у меня как раз все должно войти. С помощью пленки мы все пустые места, в общем-то, перекроем. Прошлый заказ тоже упаковывала. Забыла сказать, что это мой пятый заказ, который отправляется в Германию. Все заказики доезжали прекрасно. На упаковку не жалею. Реально не жалею денег. Поэтому все доедет прекрасно. И до Германии заказ доезжает за 2,5-3 недели. И еще раз хочу напомнить, чтобы не было указий. Значит, доставка в другие страны, не по Украине, а в другие страны, от 15 евро. Это зависит не от меня. То есть, если вы заказываете одну свечу, и она будет стоить вам примерно, там, где-то 8 евро. Я точно сейчас не скажу, но примерно, допустим, 8 евро. А доставка 15. То есть, вы должны это понимать. Потому что у меня уже один заказ отменился из-за того, что человек просто был не готов, оказывается, оплатить доставку. Все. Следующий заказ у меня уже есть. У меня висит сейчас два заказа. Один очень срочный. Я приступаю к нему сегодня же. У меня сегодня очень тяжелый день. Мне нужно сейчас отправиться на почту, а это не близкий свет. Но я потрачу часа два времени. А после я начну приступать к заказу. И это видео продолжится уже следующим готовым заказом. Я делаю все лучше и лучше работы. Потому что все равно опыт нарабатывается. И реально получается все лучше и лучше, как по мне. Добавляю больше эфирных масел. Такая лавандовая свеча, она реально будет просто служить ароматизатором помещения. Но очень долго. Многие месяцы. Даже не зажигая ее. Эта свеча у нас мятная. Сделана она по моей свече грубость и нежность. Человек захотел такую же свечу, но с другим ароматом. Поэтому здесь тоже цветочки и ракушки и камушки. Здесь добавлены не только цветы бессмертника, но и красные цветы. Это вот цитуса красивого, который свел у меня. Мне понравились реально его цветы, как они засыхают. И я подумала, что их действительно не стоит выбрасывать, а нужно использовать в свече. Вот такая вот красота. Сейчас отправляю эти две свечечки в Киев. Итак, друзья, наверное, последний заказ на этом видео я снимаю. Это видео состоит из трех заказов у нас. Еще не упаковала свечи, потому что сейчас я должна сделать фото и отправить их. Ну, обещала человеку. Все равно, конечно, их берут, но все равно хотят фото увидеть раньше, чем свечу. Свечу я беру вот в таких вот рукавичках, чтобы не оставлять никаких отпечатков пальцев. И дорабатываю ее тоже в перчатках. Здесь у нас кофе и бадьян. Сама свеча с ароматом вишня. Кофе-вишня. А эта свеча у нас, самые такие популярные у нас свечи. Кофе-апельсин. Ну, реально больше ассоциируется с праздником, с Новым годом, с Рождеством. Вот такая вот кофе-апельсин. Красота. Здесь у меня вот такие вот специальные кулечки прозрачные. Завязываю веревочками. И завтра у меня эти свечи забирают. Они у меня будут уезжать в Швейцарию. Ну, просто не почтой, а на частной машине. Зафитилек можно еще покрутить. Фитилек не вытащится. До самого дна. Кстати, с одной знакомой разговаривала. Она говорит, купила импортную свечу. Очень большую. Там сантиметров 30. Такая же толстая, но сантиметров 30. И говорит, там фитилек был вот такой. То есть она погорела и реально фитиль закончился. У меня же фитиль до самого дна. Ну, здесь от сантиметра где-то идет чистое дно. Потом дальше уже внедряется фитиль. Все, друзья. Жду ваших заказов. Еще можно успеть до Нового года сделать заказы. Но учитывайте, что если в другие страны, то доставка 3 недели. Поэтому спешите с заказиками. Или уже на следующие праздники. Думайте, надо вам такое, не надо вам такое. Женам, сестрам, бабушкам, мамам. Кто любит свечи. Все. Всем спасибо за просмотр. Всем пока. До новых встреч.